МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При обращении к историческому прошлому ознакомьтесь с этими реалиями вне учебников Баку. Кармен, Шиван, Нахадживан. Камни и драконы из древнего города Тиринг-Каттар в Восточной Армении включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальная библиотека, где хранятся около 22 миллионов книг, аннулирована правительством. На международном шахматном турнире Гройсмейстер Айт Мартирусян завоевал серебряную медаль. Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морейно-Кампо коснулся своей инициативы, призывающей армян всего мира объединиться и начать кампанию в СМИ против проведения 29-й конференции ОМПО изменению климата в ноябре 2024 года в Баку с целью и требованием освобождения армянских пленных, удержанных в Баку. В интервью агентству Армейн Пресс он отметил, Ильхам Алиев пытается использовать КОП-29 для повышения авторитета Баку. По словам Мокампо, странно, что Алиев пытается представить конференцию как форум мира, в то время как в тюрьмах в Баку содержатся армянские военнопленные, включая бывших руководителей Арцаха, подчеркнув, что Баку совершил геноцид в Арцахе. Латчинский коридор был единственным маршрутом, по которому народ Арцаха связывался с остальным миром. Закрыв его, Баку изолировал людей, при этом неоднократно заявляя, что собирается их уничтожить. Из всего этого становится ясно – это геноцид. По словам Окампо, принудительное выселение людей также является формой геноцида. Как это определено в конвенции о геноциде? Луис Морено Окампо придерживается мнения, о произошедшем нужно постоянно говорить и действовать, а не молчать. Луис Морено Окампо подчеркивает, армянские военнопленные в Баку – не военнопленные, а жертвы геноциды, которых задержали, когда они пытались покинуть Арцах, выразив надежду, что президент Баку осознает, что для проведения КОП-29 в мирных условиях необходимо освободить армянских пленных. Восточная Армения привержена выполнению всех достигнутых соглашений в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией и ожидает того же от Анкары. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Ранее президент Турции не исключал возможность открытия границы с нашей страной в случае положительного исхода мирного процесса между Ереваном и Баку. В ведомстве отметили, что Ереван независимо от орбитажного решения Вудра Вильсона ожидает от Анкары той же приверженности и готовности, в том числе по вопросу открытия армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Что касается встречи специальных представителей по вопросу нормализации отношений, то в МИДе сообщили, что при наличии конкретных договоренностей общественность будет своевременно проинформирована. Напомним, еще в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили специальных представителей для переговоров по нормализации отношений. Государственная система Баку не прекращает вовлекаться в распространение своих политических приоритетов через говорящих крайне далеких от беспристрастности и объективности, которые становятся каналами для продвижения бакинских искажений. Об этом сообщает союз Гарнат Ширван Нахайдживан. Второй глобальный медиафорум, прошедший в оккупированном Шижис, вновь стал платформой для антиармянской пропаганды, где российский журналист Максим Шевченко взял на себя роль голоса справедливости Баку, косвенно обвиняя коллективный Запад. Тем не менее, Шевченко с трудом ориентируется в своих убеждениях и позже, как решительный критик ложных нарративов, создает собственный ложный нарратив о территории, истории и демографии Армении, даже не стесняясь входить в бакинские концепции искажения топонимов Армении. Союз подчеркивает, говоря о возможности гуманитарных переговоров и выражая поддержку Баку, Шевченко забывает о зверствах против армян Сунгаити в 1988 году, игнорирует резню армян Баку в 1990 году, резю Мараги в 1992 году и общую этническую чистку и принудительное выселение армян из исторических Гармена, Ширвана и Нахадживана, которые являются продолжением политики армянофобии, начавшейся еще в начале XX века. Эти события до сих пор не получили должный историко-политической оценки. Есть ли у Баку политическая воля признать, что уничтожение армянского кладбища в Старой Джуге было печальным опытом формирования собственного ложного нарратива? И самое главное, есть ли у Баку политическая воля восстановить все права более миллиона армян насильства выселенных и ставших беженцами из Арцаха, включая права на возвращение к компенсации экономического ущерба, социальные, культурные и другие права? Задается вопросом Союз. Гардман Ширван Нахадживан осуждает справедливость Максима Шевченко в отрицании ложных нарративов и создании новых. Союз советует при ссылке на историческое прошлое в контексте текущих событий в регионе ознакомиться с этими реалиями за пределами учебников Баку, где истина столь же редка, как и свобода в этой стране. На 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО обсуждена и одобрена представленная Восточной Арменией заявка на включение камней драконов и культурного ландшафта древнего поселения Теренкатар Арагацоттанской области в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия пройдет в столице Индии Нюнделли с 20 по 30 июля. Это пятая заявка, зарегистрированная в Восточной Армении в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Первые четыре были зарегистрированы в 1995 году. Поселение древнего города Двин, храм Ереруик, монастырь Нураванг и Верховье реки Амагу, монастырь Татев, Татевская пустыня, прилегающая территорию и ущелье реки Воротан. В список всемирного наследия ЮНЕСКО из Восточной Армении также включены монастыри Саннаин и Ахпад, кафедральный собор Вачмиадины, церкви, памятник, звартноц, монастырь Герат и Верховье реки Азад. Город Бердзор находится на западе Арцаха, в районе Кашатах. Мемориал расположен на холме рядом с площадью мира, но в настоящее время он оккупирован Баку. Мемориал был построен в советские времена и посвящен памяти солдат из Лачина, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. В ходе боев за Лачин он был серьезно поврежден. После освобождения Лачина, когда памятник находился в руинах, администрация Кашатаха решила сохранить его архитектурный вид, переименовав его в комплекс славы и выгравировав на стенах имена армянских освободителей, погибших в борьбе за Кашатах. Мемориал состоит из трех крупных полукруглых базальтовых стен, где написаны имена погибших солдат во время Арцахской войны. После трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября, город Бердзор, село Амно и Неркинсус были взяты под контроль российскими миротворческими силами, дислоцированными в республике Арцах. Однако 25 августа 2022 года эти территории перешли под контроль Азербайджана. Учитывая особую агрессию Азербайджана, направленную на памятники и Хачкары периода независимости, еще во время войны и особенно после войны республика Арцах инициировала эвакуацию почти всех вышеупомянутых памятников. В мае 2023 года в интернете появились фотографии, подтверждающие, что мемориал был полностью разрушен. Правительство Восточной Армении прекратило деятельность библиотеку, где хранятся около 22 миллионов книг. Об этом сообщает депутат Гарник Даниилян. Фонд нормативно-технических документов включает около 1 миллиона экземпляров документа, стандарты, технические условия, строительные нормы и правила. Фонд промышленных каталогов также насчитывает около 1 миллиона экземпляров документа. Преданные своему делу сотрудники научно-технической библиотеки в случае закрытия библиотеки с 13 августа станут безработными. Правительство также решило очистить здание библиотеки. Также сообщается, из четырех действующих республик и филиалов Гюмри, Ванадзоре, Капани и Раздане рассматривается только вопрос сохранения гюмрийского филиала. Ведущий шахматист Восточной Армении гроссмейстер Альк Мартирусян стал серебряным призером международного шахматного турнира. Об этом сообщает Шахматная Федерация Восточной Армении. Золотую медаль завоевал Ле Куанг Лием, представляющий Вьетнам. Розовую медаль завоевал Рамеш Бабу Прагнанандха, представляющий Индию. Турнир проходил с 13 по 26 июля в Биле, Швейцария, где приняли участие шесть гроссмейстеров. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!